Да, Линам. Так, есть. И... Согернаут. Согернаут. Да, ездишь. Так, ну и рано радоваться. Главное, теперь еще и распикать своих героев. Да, здесь все понятно. Флоу вернулся. Желаем ему удачи. И пойдем смотреть игру. Пожелаем нам удачи. И нам пожелаем удачи тоже. Не пропустить ФБ. Кура играет на Апарэйшене, Майнд Контрол на Клакверке, Фата на Линне, Матумба Мэн Ман на Герокоптере и Джерекс на Дисраптере. И команда Эмпайр, Алоха Дэнс на Тасике, Резолюшн Квинув Пейн, Ноу Фир на Бэйне, Флоу Брудмазер и Саленд Бернаут. Согер. Теперь Ликвидов. Очередь. Полтно заползает вниз. Возможно, будет у нас какая-то легкая драка за руну. Герокс. Ну, Джерекс сделал, в общем-то, уже... В том, что Джерекс не должен допустить этой ошибки, я практически не сомневаюсь, потому что даже в прошлой игре он сделал все очень хорошо в плане вардов. Но там от него даже это не так сильно требовалось, как в этой игре. А Бруда начинает с того, что ставит вот такую вот сеточку. Не стал даже пытаться бороться за руну. Лучше воткнуть две сетки в начале, до выхода крипов. У нее будет очень сильная трепа. Аппарат навешивает очкилинг-тач, дизатор возвращает длимсом, и герокоплер начинает баражировать. Еще одно, кстати, отличие. То есть здесь даже... Если там стояли два на два, то здесь, по факту, стоят в один. Стоит три в один у Бруда. Клакверк спокойно будет закрывать когами крипцов. Дролировать все. Значит, команда Empire. Тасик взял себе сапог, и, судя по всему, будет ромировать, дать хороший стрелять резолюшн. В свою очередь, Liquid, что у них два саппорта будут заняты эссизом, и сейчас на центр вообще идеальный выход. Резолюшн очень хорошо заблочил крипов, Алохов встал в позицию, и Фати нереально тяжело добивать. Ну, повезло немножко. Хотя в любом случае, вряд ли его здесь убрали, за счет шардов в чистом поле это было бы слишком. Резолюшн здесь классно подблочил. Возвращается таск. Вот целых шесть секунд теперь кулдаун. Да, и спокойно отбивается здесь. Фаттер. Флоу просто забирает экспириенс, понимая о том, что не вариант совсем здесь высовываться. Против него три героя, ищут его. Ну, Operation возьмет второй, он еще, кстати, один спелл, воронка Operation, который также видит фрах. Ну, или если Дезераптер попал Тандер Страйком, то вроде, ну, по-моему, на героя Вижн все равно остается. Только в площади. Это как раз-таки там... Ну, это как раз-таки под комбинацию с Глимпсом изначально делалось, но в данной ситуации это работает вообще под все. Вот и сейчас у Флоу тяжелая ситуация. Он не может выйти на линию, она пропушилась вверх. Хорошее решение от Ликвидов. Ну, они прошарили, где он сидит. Да, они прошарили, где он сидит. И стоит с Андреа. То есть два субборта не обламываются, даже несмотря на то, что мы ни хрена не получаем, но с другой стороны, Герокоптер на полнейшем фрифарме. И бруда влетела под тавер. Хороший мув от Флоу. Интересный такой, необычный мув, когда ты делаешь ТП. Для того, чтобы просто выбраться откуда-то из засады, когда си... Там, тем временем, в миде выходит Таск, но Резолюшн здесь не до нападений. Хотя Таск, конечно, здорово разминает. Ну, все правильно делает Алоха. Ему совершенно нечего делать на топе. Вряд ли здесь Таск каким-то образом смог бы Клакверка напрячь, потому что, да, если ты его даже запираешь, Майн Контрол всегда сможет поставить Коги и выиграть немного времени. Ну, вот что он, в принципе, уже начинает делать тут. Правда, скорее для того, чтобы выжечь ману. И лучше всего помогать Квин оф Пейн. Как мы видим, 10-3 у Квапы. Ну, Лина не сильно отстает. Но вообще, Лину загнобить тяжеловато. С ее Драгон Слейвом она все равно свое возьмет. Она жестче в этом плане только Шадоу Финт. Роу там по 75 Кайлы. Ну, Драгон Слейв стоит также очень мало маны и наносит много урона. Больше, чем Кайлы. Да, фото пока очень хорош. Стоит наравне с Квапой, несмотря на то, что Алоха Дэн здесь по кулдауну бегает и напрягает его. Сейчас он поставил Сентюр для того, чтобы проверить, есть ли здесь вообще овервард. И его отсутствие намекает, что можно попробовать загангать Лину. Особенно, когда ночь настанет. Будет идеальный тайминг. Неплохо бы как раз Квапе взять к этому моменту какой-то левел. Как мы видим, пока что четвертый. Но Максить или даже в двойку брать Шадоу Страйк здесь особо смысла не имеет против Лины. А вот как раз-таки скримчик поможет. Сверху Майнд Контрол имеет третий с половиной. Бруда имеет также третий с половиной. Харлайнеры у нас идут абсолютно вровень. Так, и выход. Майнд Контрол. Тяжелая ситуация у Майнд Контрола. Ставит Коги. Джеракса также запирает. Боже мой, какой провал. И Сайланд погибает. Неплохой размен получается в этом плане. Но Ферстблат и двух героев плюс еще и ТП-шку выбивают. Эмпайр явно впереди. Потеря Кэри на такой стадии игры она даже не сильно в минус. Здесь с Когами перемудрил, конечно. Тем не менее, размен, который не сказать, что сильно сейчас на что-то повлияет. Бруде все равно тяжело. Прям остается на нижней линии. Клакверк приходит и крипы около его вышки продолжает собирать экспу. Взял ракетку в двойку. Возможно, здесь, да и скорее всего, будет максить ракетку. Потому что с батареей кого-то забрать тяжело. Джаггер с вертушкой. Бруда где-то сидит. Уже слишком далеко. Но, как правило, ее просто достать по ноте. И разве что бойна можно пробить. Потому что Таск также уходит в Сноубол. Есть очень хороший плюс. То есть из-за того, что дисраптора шел снизу, то нету какой-то такой инициации и фиксации. Бруда чувствует себя безнаказанно, может спокойно подходить к нам. И даже если гирокоптер начнет там баражировать или аппарат кидать култфит, то она спокойно умирает. И уже четвертый сплойный уровень. Да, дают довольно много экспу. Но при этом отводы также. Спаун не заблочен и саппорты имеют очень много экспу. Джераксу удается сделать тройной спаун, скорее всего. Тройной перепул. Здесь остается один Огор. Входит паучок Бруды. Может помешать, но нет, его просто используют для разведки. Может, может смотреть. Помешал. Красава. Очень здорово сыграл Флоу сейчас. Ну, правда. Но с другой стороны, да. Все равно появились вот эти вот крипы и здесь пачка умрет. В любом случае саппорты не смогут получить экспу за этих кентавров. Это самое главное. Лина получает шестой, Клопа также имеет шестой. И, возможно, вот та самая ночь, когда можно попытаться как-то загангать. Но здесь, скорее всего, Фата. Вот мы уже видим, как он приносит себе кларити, бутылку. Тем временем, нападение на майн-контрол, а майн-контрол, лоу-хп, даже не ставят коги и забирают его здесь. Комбинация Таска и Джаггернаута в этом плане хороша. Курьер выживает 17п. Под вышкой сковал очень-очень сильно. Тем временем, Брудмазер. Брудмазер у нас подсвечивают, но не стали ее возвращать. Да, просто сбивают Вард. Пытался с Пайдерлингами разобраться, но в итоге теряет только несколько Бауков. Подтягивается на нижнюю линию Таджи Бейн, так как сверху у нас достаточно вполне Таска и Джаггернаута. Да, ну и по-прежнему у нас пытаются качать верхнюю линию Империя и нижнюю линию Ликвиды и как-то забирать какие-то фраги на них. Мид пока что наиболее такая линия у нас как бы это правильно сказать, наименее посещаемая. Там стоит по одному герою и никто больше не решается ворваться. Но Фир по нуле его. Нашли Барина. Да, просто просветили. Здесь и Таск уже. Ну вот сейчас интересный момент то, что Империя создаёт давление. То есть цель не просто напасть на врага, а просто вот стоять как вот на реке в игре как на какой-то реке стояли. На ней. Да, то есть ты стоишь и просто ждёшь, когда враг ошибётся. То есть вот он стоит об север-вард и наблюдает за тем, что здесь два саппорта и может быть они проживут смок и пойдут там гангать к вопу, может быть они там пойдут стакать и вот в этот момент хотят убить гирокоптера. Суппорта пока вообще от гирокоптера не отходят ни на шаг. Даже в арде мы поставили свер-порта. Да, то есть они вообще ни на шаг не отходят над Матумба Мэна, понимая то, что он в принципе ключевой герой, который здесь убивает всех и продолжает бэйбиситить. Молодцы, хорошо. Твою территорию охраняют. Я читаю всю ситуацию. Временем Квин оф Пэй немножечко оторвалась от Лины, но как мы видим здесь есть стаки, которые Фата зафармят и будет у него всё хорошо. Врыв на Клокверка, Майнд Контрол ставит Коген на Джаггернаут в очередной раз начинает его пинать. Блэд Фьюри очень много урона входит в Алоха, подходит Джеракс, бьёт Алоха и один в один. Так, более-менее нормально. Более-менее разменный Дисраптор получает у тебя экспириенсы и это довольно хорошо. Лина тем временем использует всё для того, чтобы зафармить стаки. Пока что ни Лина, ни Клопа никуда не подключаются. Хотя нет, вот Клопа как раз-таки приходит. Но вот этот вард, который стоит с одной стороны, так много ресурсов прилагает Джеракс кура для того, чтобы защитить своего кэрия, что ну просто Импайр тратит время. Возвращается в итоге Клопа на свой лайн. Здесь Старск немножечко подфармил. Продолжается у нас в общем-то довольно пассивная игра. Если вспомнить, как в предыдущих играх у нас фраги сыпались один за другим, то сейчас всё гораздо аккуратнее проходит. И опять у нас, возможно, сверху будет выход на клока майн-контрол. На этот раз действует аккуратно. Есть он не слышит джиггернаута и подставляться под него очень не хочется. Бежит за ним бруда, Джеракс старается спастись, и у него это получается, нужно бежать дальше, та же из Гримса, а тем временем в центре и сверху забрали клокверка. Правда, хороший перетяжек от гирокоптера, бежит он за Салентом, и Салент нужно убегать, очередной барыш колдфит, и Салент погибает. Да, раз за разом убивали майн-контрола, но вот насколько все-таки важна здесь командная игра, Патт пытался напасть на резолюшн, вот если бы его не подсейвили, то просто получился фит, но каждый раз его старались сейвить, и в итоге в этот раз на него разменяли двух героев, в том числе кэри, и это уже девятые минуты, и за кэри дают достаточно много. Опарейшн почти шестой становится, Матум БМН восьмого левела. Так, ТП делает сюда таск, закрывает Кура, Кура могут убить. А, нет шестого. Да, и ТП отменил у нас. Тоже так отменил ТП. Queen of Pain. Queen of Pain даже, я думаю, не отменил ТП, а скорее всего Фата здесь подкаковал. бежит в итоге за ним Матум БМН, просто Рокет БР, Алоха погиб в первый раз. А зачем Алоха накатился в него? Это хороший вопрос, да, очень хороший вопрос. И за тем временем Брудмазера забирает у нас Дисраптора, Майнд Контрол, нету Ракетки, но выходить как-то не очень хочется. Есть Коги, да, и в итоге просто Пками аккуратненько отзонивает Майнд Контрол, а шестого левела еще нет, сюда же подходит Резоль, но Майнд Контрол понимает, что ему угрожает многое, летит ульт Квапы, отличный ультимейт аппарата, перетягивается также сюда Джеракс, начинает нападать на Квапу, ставит Кинетик Филд, Бруда бежит за ним, Кинетик Филд просто потрясающий, выигрывает максимум времени, Лина, Лагуна, минус Резолюшн, пата идет дальше, Бруда, видно Бруду, стан не попадает, маны нету, начинает отхиливаться, уходит отсюда Брудмазер, и Флоу, да, Флоу видно, получает стан, а нет, его не видно, нету просветки, ну, вряд ли, сюда, посмотрели, летит еще и ракета, и до конца, но понимают, что где-то здесь, он хотя мог уже, мог уже вот так вот через верх уходить, сейчас его аппарат будет чекать с вами, ушел вовремя, ну да, там мог, первый ушел, здравствуйте, Сергей, ну, в баночке, Лина, решается напасть, ну, что, и в итоге, суммарно, из-за этих разменов, Лина с гирокоптером очень сильно падаясь, и в целом, преимущество империи было в районе полутора тысяч золота, оно все сошло на нет, как и преимущество по экспе, сейчас ситуация такая, что они идут вровень, учитывая, что пик у них чуть пожаднее, та же бруда, можно сказать, что, скорее, они позади, шестой левел забирает Клакверк, шестой левел оперейшн, и раптору, разве что остается поднять шестой левел, для того, чтобы все было у ликвидов по левелам хорошо. Интересный билд демонстрирует Матумба Мэн, вместо того, чтобы покупать какие-то доминаторы, и там, пробовать стакать, может быть, еще, в колеса, он предпринимает немножко другой боевой вариант. Это барабанщики, с которыми он будет идти, например, и важнейший сейчас выход. Товарищ Гернаутер. Видит Матумба Мэна, заходит на него, успеет ли что-то раскастовать, не успевает раскастовать, ничего, подходит сюда Джеракс, сразу получает ультимейт, ну да, Джеракс как плюс один к Матумба Мэну, конечно, за него получили очень мало, здесь основной фраг именно керри Геррокоптер. Хороший выход от Тим Эмпайр, большими силами пришли, но забрали Геррокоптера на хоро, подсейвить его было некому. Ну и здесь я так хотел сказать пройти барабаны, что скорее покупаются из-за того, чтобы, ну все-таки Омни Слэш Джаггернаута наносят определенный урон и чуть больше ХП иметь иногда полезней. Но когда у тебя выходит Гангет 4 героя, здесь извините. Ну да, я думаю, просто хочет пораньше участвовать в замесах, раз уж там нужно подфармить и Бруде, и Джаггеру, там естественно КП, а у тебя тут Омай Гад, миллион нюков, то можно на ранней стадии попробовать вот сейчас барабаны и догнать кого-то. Правда, никого не догоняют. Там еще и Лину могли забрать, и просто Фатюм повезло, что не закрыл его, точнее закрыл, но не с той стороны его, Тасик. Да, вот пока тревожный звонок для Ликвид, потому что единственный герой, который очень хорошо ладит с Брудой, бежал зачем-то наверх. То есть, да, понятно, что с Джаггернаутом он стоит более-менее, но с другой стороны аппарат вообще никак не стоит у Бруды. Вот посмотрите, что происходит. Бегут Куроки, бегут за Куроки, Куроки 1, также у нас слоу находится в позиции, майндконтрол еще защищает аппарата и создается невероятный сумбур, в котором имперцы могут в принципе домой отойти, не зачем так глубоко залезать под тавер, да, то есть просто стянули трегера или их тут и там куча из карт пошли. А Бруда выполняет свою задачу, вот то как раз для чего скорее всего она и обралась. Ну и стянули действительно всех. Джаггер совершенно спокойно остаются наверху, понимая, что все соперники стянули. Пытаются, я даже не понимаю, что пытаются сделать лиги, они просто бегут по лесу и Бруда остается в спокойном рахе. Ну кого-то оставить надо, потому что если ты ее сейчас не убьешь, то она просто возьмет и сгрызет тебе товар моментально. По-моему, лучший герой Гирокоптер, который прекрасно против него царел. Чего его там поймали? Бэйна, Бэйн, Шликоги и да, в итоге все-таки Лагун решил на него потратить Фата, хотя в последний момент. У Фата уже довольно давно есть Юл и с Юлом он справляется знатно. Твоя задача с Намиди тем временем падает вышком, а Тумбомэн неплохо перетянулся. Ну а Сайлант Сайлант выходит в БФ и почти готов этот БФ. С БФ он фармить будет довольно быстро. Старается кого-то стянуть наверх, но никто не идет и движуха снизу. Боже, продолжается. В очередной раз Бруда стягивает сюда в Патуге. Тараска найти и убить, но Флоу Флоу видно. Сперк промазал хукшотом. Флоу все понял, что где-то тут от Варды и нужно где-нибудь за елочки, за елочки, за елочки спрятаться. Было очень близко, но он попал в Бруддом. Если бы попал, конечно, там просветки не было, что самое забавное, но тем не менее попытался. Джеракс ставит Вард и тут же разворачивается, как будто он что-то увидел. Бруда сидит аккуратненько в лесу, ей тоже страшно, она не видит всего. Тем временем, Алоха с шестым левелом и NoFear также с шестым ходит и опять выходит на гирокоптер. Он пытается спрятаться, да где только он не пытается уже спрятаться, но везде его находят. Очень глубоко идут имперцы, сейчас просто в спину могут идти. Давайте посмотрим на их вижен. Видят гирокоптера, накатываются в него. Да, раскаст, и гирокоптер падает в секунду. Барабаны не помогли. Слишком много дэмэджа. Отличная игра от саппортов команды Empire. Совсем неожиданные вот эти выходы. Смотри, что снизу происходит. Это вообще полный развал, тут Бруда в одиночку гоняет двух героев и у нее это получается. Прогоняет дезераптер, остается один аппарат и у саппортов Ликвиды руки связаны, а у имперцев они полностью развязаны. Ну, какая-то нелепая игра. Опять же, снизу гирокоптеру стоит не так просто, но как мы видим, его и сверху убивают и на миде, но только снизу он может бороться с Брудой, а на остальных линиях нет. В итоге просто отдают низ. Ну, как мы видели в прошлой игре, гирокоптер неплохо так поставил снизу и даже потом пошел и всех убил. Ты узнает. Не знаю, может мы что-то не понимаем здесь в этой игре, но да, но сейчас уже очевидно, что поздно, потому что нижняя линия падает. С другой стороны, это для Ликвидов возможно и даже счастье, то, что теперь не будет этой вышки и не нужно будет там тусоваться. Ситуация была несколько опасная. Фата, скорее всего, будет в Аганим выходить против Блэйдфьюри Джиггернаута. Это хороший выбор. Тем временем, нападение на Майн-Контрол, Майн-Контрол, Варлус Панч, теряет всех П, ставит Коги. Да, и Ликвиды полностью развалились. Ну, такой, я даже не скажу, что это Space хороший, потому что пространства и без этого Фида на миде хватало. И не сильно много потратили Эмпайр времени для того, чтобы убить этого Клокверка. Бруда занимает вражеские леса, выходит в Сайленс. Джиггернаут ищет свою жертву, ищет ее там же, где находится, правда, Бруда, и читают это. Да, но здесь вот Ликвиды хорошо сыграли сейчас. Пульт Парейшнаномит по трем героям. Больно. Опять здесь находится Герокоптер в очередной раз. Че не поделать. Да, ну и за счет ракетки Ультимейт Оперейшн отбиваются. Пилорезоль себе БКБ на Клоквере на Пейна и он пока очень опасен. Если, не дай бог, Ликвиды сейчас ворвутся в драку 5 на 5, то эту Клоку им вообще нечем убивать. Разве, чтобы Лагуной как-то сжарить каким-то уроном быстро. Нету, но БКБ контрит Лагуну пока не будет агонима, так что против той же Лины она пока весьма уязвима. Ну и результ опокоится на такой больше на замес. Есть Бруда, которая развлекает, вот Корчит, которая, кстати, Флоу очень скоро приобретает. Вслед за этим также Джаггернаут, который у нас в Батлфуре жадно пушит другие линии. И мы просто стоим на меде и лицом танчим противника. Не хватает Джераксу денег на варды, но, как мы видим, все деньги практически он тратит именно на покупку различного вижена против Бруды. И тем не менее Бруде хватает сейчас пространства. Да, ломает, ставит хороший вард, видит Бруду, но Бруда уходит из-под действия варда. Боже мой. Бочки. Просто втроем против трех пауков. Такого я давно не видел. Слоу очень хорошо отыгрывает. И не попадается при этом, что самое важное. Потому что, конечно, если его количество смертей с нуля возрастет до 8, то это будет примерно повторить. Но вот как раз-таки та же самая линия, только у Бруды ноль смертей. Как мы видим, можно было постоять. Здесь все зависит только от тебя, только от того, насколько хорошо действуешь ты, насколько плохо действует соперник. Опять считает всю ситуацию, сразу же, как ты видишь, дисраптор оттягивается. и не дает себя загангать. Ставит сразу же. Опять стоит вард центряк на нижней линии, но Бруду не зацепить. Слишком быстро передвигается. А, ФАТО тебе вот такой артефакт. Они могут всю жизнь вообще бегать за этими пауками. Кстати, нашел ФАТО САЛЕНТО. Да, хорошее использование ШАДОУ БЛЕЙДРа. И потому что они могут всю жизнь бегать за этими пауками и стараться Бруду загангать, но есть альтернативные, альтернативы есть. Ты просто заходишь в свой лес, ставишь, допустим, сантри сюда, чтобы палить три кэмпа, сантри сюда, чтобы палить два кэмпа. И надо не бегать, просто фарми, аккуратненько увеличивать там свой нетворс и рано или поздно матум от Манки Кинг Бар. Как только это произойдет, то Бруда становится слабым бойцом. Потому что Миссы у Кабри не работают нисколько. Так, ФАТО находит, включает барабаны. Да, здесь у Алохи все плохо. Убрана, забили на... Забили вообще на Алоху несчастного. В итоге Алох погибает, но и неплохо, потому что подцепили науфира. Науфир получает стан, ракетку, минус ноуфир. Очень хороший выход от ФАТО. И, по-моему, здесь, если за счет чего-то произойдет переворот в игре, то как раз за счет него. Забирает Джиггернаута, сагрил на себя Тускара, ушел, забирает Тускара, забирают Бэйна. Тем временем Апарейшн раскастовывается в Квапу. Квапа вынужден нажимать БКБ, Апарейшн еще и выигрывает неплохо времени. Да, забирают его, но тем не менее тратил заряд БКБ в Бэйн. Хороший размен получается для Ликвидов. Да, очень хороший. И сейчас Ликвиды молодцы с тем, что вышли вниз, аккуратненько прогнали Брудмазер и потом резко все перетянулись наверх. То есть завязывают они с тем, чтобы играть вот в кошки-мышки, потому что без гема это очень сложно делать и очень затраты. Больше всего сосредоточить свое внимание на враге. В том же Джиггернауте. Вот здесь Слава Фати, который купил Shadow Blade на линии. Очень много делает. И судя по всему еще Актарин собирается себе формировать. Ну да, да. То есть видит Джиггер, у которого Фейзы, Яша и Баттл Фурия. Три артефакта, которые не дают вообще никакой невыживаемости. У него всего 1200 гп, при том, что он 14 уровень. То есть аккуратненько заходишь линный по КД, можно при поддержке аппарата и ракетки Клоперка и убиваешь этого пацана везде. Очень здорово играет Флоу. У него практически всегда есть один пучок, который кого-то зачекал, кого-то нашел, причем в разных частях абсолютно. И за счет этого Вижен остается хороший. Ну вот, да, да. Вот теперь, наконец-то, ну если уж бегает один герой с этой Брудмаузер, то только одна Лина. То есть ты сможешь себя при хорошем случае снять с Савенс, ты сможешь даже, может быть, Даст из себя снять Улл, не помню. Флата очень агрессивно действует, его здесь могли забрать, но, боже мой, позволяет. Он в итоге пытался в ситуации, увидел то, что Бруда пока играет слишком осторожно, против осторожной Бруды лучше всего играй на голову так, чтобы потому что там за тобой армия стоит. Ну это совсем зашквардывать. Он Т2 Tower соло забирает и, ну надо что-то сделать. Давай, Нуфир. Давай, давай, давай. Он еще и руну заберет, смотри. Героев. Зашел, резолюшен, забрал баунти, ушел. Резолюшен, по-моему, что это такое? Ну, верни. А сверху тем временем намек, что Матумбумен не один. Ой-ой, Матумбумен находят находят Тусика, получает он раскаст, и в итоге сверху еще и Матумбумена не смогли забрать, благо отсюда Саунд ушел. Ну что я могу сказать, только что из-за горизонта показались яйца Фаты, судя по всему, потому что то, что он сейчас сделал, это находит еще и Резоля, дает лагуну, и Резоль успевает блинкануться, но это было очень близко. Благо есть Риген, отхилился. Тут же можно выходить на Фату, которого нет ничего, но Бенни не успевает размахнуться, и Фата уходит. И опять Фата всех надурил. Возвращается Вапа, еще разок, снимает воздух, БКБ есть, попадает под стан, пытается развести, боже ты мой, Фата. Ну, Фата, да, Фата очень, прямо на каком-то кураже действует. Вапу пытаются вернуть, непонятно, правда, куда, да, чуть-чуть промедлил Джеракс, хотел ее, видимо, вернуть куда-то сюда, и тогда бы все развести на БКБ. Ну, не повелся Резолюшн, трижды он не развелся на БКБшку, и остается у него все еще 9-секундное оно. Так, а что у нас с Линой? А, это не, вот, это не совсем то, что я думал, это не Акторин, это Блатсон, хочет набить фрагов. Блатсон трогала. Ну, раз уж ты доминируешь первый по Натворцу, то может получиться. И в этот момент разбивается Смоук. Смоук ответный разбивается от команды Ликвид, Эмпайр сейчас смогли видеть, но проблема в том, что драка будет 5-5. И видят Джиггернаута, попробуют забайтить на него. Драка будет 4-5, бруда снизу. Бруда снизу, ракетка, залетает, хукшот, клокверка, майнд контрол, неплохой рассказ, и... Бает никого. Не с той, не с другой стороны. Отличный Ultimate Operation, не дает использовать Хилен Вард, Крип палит всю движуху, Джиггернаут, отличный Омни Слэш, но только в одного клокверка. Залетает сюда Курьер, Герокоптер пытается раскастоваться, ну и что? А далее одного майнд контрола, но еще и падает вышка. Квин оф Пейн, ой-ой-ой, какой рассказ, ты Квин оф Пейн, потратив Блинк, погибает, Operation добивает ее, правда и Фата, скорее всего, тоже погибнет. Минус Фата, минус Дисраптер, которого забирают флагкэноном, Operation прячется в кустах, находят его, но Operation на развороте, пытается убить Алоху, нет, не убьет здесь, конечно, Алоху. Сейчас ульта будет, закинуть в Алоху, попробует, но нет, его быстро забирают и фантастика, они разменялись, они подравшись четыре в пять, они умудрились четырех героев забрать. Очень хорошо использовали момент вот этого на отступлении, Фата, конечно, успел засадить в Квин оф Пейн свой ультимейт, но этого явно не хватило. Но самое жесткое, то что вот подойти на эту кромучку, ну вот на этот вот тачок, по всем разультирует, у всех красный ХП и Джаггер там уже может на развороте в тебя вмазать у меня слэш и нехалось. У Джаггера, проблемы. Хотя вот сейчас может хоть это, да, чуть общий не убил Клокверк, как-то на кого еще напал. Да, криты очень суровые из иллюзий вылетели, только Джаггернаут правда Фата, дает стан, дает лагуну и забирает Сален. Сален, там слишком много урона у такой Лины. Не зря купил Бладстоун, все-таки потихонечку-потихонечку набивать будет фраги, это видно уже по динамике, но даже если нет, то пока что смотрится очень уверенно. Топ-1 Нетворс продолжает убивать всех героев на карте, у КВП остается 8 секунд Блокинг Бара, и я думаю, что Аганим все равно не за горами у Фаты, потом он купился. Ну, ты был прав, Бладстоун травела для начала, то есть вот именно закреплять такое доминирование с помощью мав-контроля. И очень быстро будет Лины, подцепить ее будет практически нереально. Боевые характеристики, конечно, немножко проедают этот носитель БКБ, Аганимов и многого другого. Мне нужно знать по поводу боевых характеристик. Матумба Мэн, видя то, что у сердцев 4 героя пробивают ультимейт, это Клопа, Бейн, Тасик, да. И Джиггернаут решил, что лучше я пока вообще это БКБ делать не буду и соберу то, что может спасти меня от Джаггера. Ну, в данном случае это монта, который можно разделить дэмэдж от его умни-слэша. И при этом еще такой солидный плюс против Сайленса Бруды, который ты также можешь снять с себя в любой ситуации. Так, пошли все воворачившиеся. Вот теперь, блин, вот теперь можно реально идти из Клины. Лина прыгает и ищет Брудмайзер. А, ну или она просто его нашла. Флоу испугался. Ну да, тут ему залетело неплохо. Поджарило его дэмслэйвом. Да, а не, немножко другой план. Даже как покруче. То есть, четыре героя бегут наверх и там кого-то ищут с макея. Лина, в свою очередь, пушит вниз. Учитывая то, что пока никто еще не пришел и не наказал эту наглую Лину, а стоило бы, да, ее пристануть разок, то она улетела наверх. И в этот момент мы видим идеальный тайминг. Да, Эмпайр заходит на Рошана, причем его сразу же спалят, но толку от этого никакого. Хотя, если аппарат туда даст сейчас ультимейт, забрать его будет тяжеловато. Да, летит ульта. Расперед, далеко убежать. Тайгер очень больно бежит. Если бы Бруда помогала, кстати, было бы получше. Но теперь Бруда вообще не слезет отсюда, никуда абсолютно. поэтому могут выгодно подраться. ситуация опасная. Ставятся хорошие шарды, Клакверк залетает, БКБ, Рошан все еще жив, рассказ Рошан падает, Джиггернаут забирает Айгис, но Рошан достается команде Ликвид, Лина, поднимает себя в воздух, Меха заходит, тут же падает у нас и Герокоптер, и Дисраптер, и Клакверк, выбивают Айгиса с Джиггернаута, но только Линт, кажется, уйдет. И то, если уйдет, да, слишком большой моспид, забирают аппарат, это минус 4, ну, что я могу сказать, знатно втанковал Герокоптер Ультимейт Джиггернаута, но оказалось, что хлипковат все-таки. Смотрим, Файтрекап, 2600 урона, 2000 урона нанесла Квапа, и Ликвид и Драку проиграли. Не успели, буквально выйдя они чуть-чуть пораньше, на Рошане были бы, конечно, огромные проблемы у Эмпайр, но тайминг поймали отличные имперцы, и зарабатывают опять преимущество в районе 6000-7000 золота и 5000 эксп. Вот этот вард окупился в полной мере. Он как раз засек смог, засек смог, боже мой, засек смогганг. Там не совсем смог, но увидели, что Лина перетянулась наверх и догадывались. Перцы в любом случае он дал понимание, что здесь никого нету, ну, никого не видно, но где-то враги именно в той стороне. Фата, нахуй, пощаден. Несмотря на то, что команда, не побоюсь этого слова, проигрывает, Фата пока что играет очень много и тащит. 9-1. Причем, практически все он сделал сам. без какой-либо поддержки. Он вначале стоял 1-2, потом 1-1, потом он нафармил и пошел гангать один, пушить один. Но в целом видно так же, то, что он действует вроде как один, но и командные действия хорошие. То есть пока он один что-то делает, команда пытается как-то запутать соперника, обмануть. Ну, нужно ему огоним. Вот просто необходимо. Уже два героя имеют БКБ и есть вертушка джиггернаута. Вообще, в таком билде еще МКБ неплохо смотрится. Да, чтобы бруду пробивать, когда нам БКБ для себя сделает. Может быть и сделает, посмотрим. Но я думаю, здесь приоритетнее для Гирча. Так, у нас двигаются вместе, аккуратненько пошли по вардиле. Признают абсолютно всю информацию о вражеском месте и нападает майн-контрол на Нофира. Влетает ультимейт-аппарат, у Нофира небольшие проблемы, ему нужно выживать, однако его забирает, прыгает резоль на Клокверка и разводит его на очередной заряд БКБ и размен 1 в 0. Клокверка 6 секунд у Резоля. Есть у Резоля гем, но также гем появился и у Дисраптора. Обе команды сейчас будут. Но все-таки гем для команды Ликвидон поважнее, так как против них бруда. Здесь же есть Лина, но мне все-таки против бруды все равно. И имперцы плавненько переходят в вражеские леса. Мы видим, что бруда продолжает заниматься своими делами, но Клокверк уже дает разведку и Фата выдвинулся. Сейчас мы видим, что просто держал на себе стаки и нашел Джиггернаута. Джиггернаута 1, 1800 хп. Неужели он убьет? Не, не убьет. Да, ждет, ждет, ждет. Летит ульта аппарейшенна. Не может. Подходит бруда, вовремен рываются на фату, возвращает бруду вообще далеко-далеко. Подходит также одна остальная команда, бежит к Локверку, которого сейчас будет хукшот, застанели флоу, флоу быстро погиб и молодцы. Потрясающая игра Дисраптора, очень здорово, он зацепил эту бруду. Майн-контролу вряд ли удастся зацепить. Силент-то шли за джиггернаутом, но забрали бруду. Тоже 80 золота за нее получили, выгнали из своего леса. Силент-то пытается кого-то здесь найти, но он один против всех. Сейчас он хочет просто вкрывать свой мне слэш. Нашел Куроку, Куроку быстро забрал, и главное теперь убежать аккуратненько, потому что Лина уже рядом. Бежит так за майн-контролом, уверенно, но теперь понимает, да, что он здесь явно не один. Так, Фата бежит в инвизе, JRX подсветил, и Силент-то ступил. Тем временем забрали Герыча. Силент продолжает нарезать куги. Боже мой, что он делает? Создает спейс для команды. Что ты говоришь? Ну, на, иди сюда, иди сюда. У меня уже есть Blade Fury, так что он сможет в любую ситуацию сделать тп-аут. Дикий экшен произошел. Он прогнал один-троих. Там три героя было, он их выгнал из своего леса. Тем временем погиб Геррокоптер на своих Эншнетах, пока Силент так развлекал. Но у Силент здорово. Выиграл много времени и в целом. Что же будет покупать Лина? Где ее артефакты? Это Аганим. Да ешь, детка. Да, это Аганим, но... Можно рефрешер. Мило топить. Теперь много еще можно вообще покупать такой линии. Тут и какая-то БКБшка, и, ну, как ты заметил, много достаточно героев пробивают, и какой-то рефрешер зайдет. Все, что угодно. Опа. Слевел. Да, тут еще и ракетка залетела. Словно, настолько осторожный, что, смотри, он даже вот этих вот Эншентов не... ликвиды агрессивные. Вообще, вот эта игра уже больше напоминает финал турнира какого-то, потому что играют аккуратно и классно. Парад с Меккой, необычный оперейшн такой. Давно не видел, но почему бы и нет. Гирыч выходит в КБ, все-таки решил собрать этот артефакт. Ну да, тут КБ нужно. И находят Ли Флоу, который идет в кустах. Шиво будет у Лина. Ну вот это как в прошлой игре. Там можно будет тогда еще актарик, наверное, сделать. Он типа из Шиво УПД снизит. Что-то не вылезает, все. Да, но был взорвый. Лин хорош. Лина сломала вышку. Потерь реально многое слишком позволяет. И нашли Ноуфира. Ноуфир конечно нет. Стараются разбить, но забрали его с Лагуны. Тут просто Лагуна минус Ноуфир. Джаггер тем временем подпушил мид, выходит гирокоптер. Но Сайленту нельзя прыгать. Агрит его, получает пашек Матомбо Мэн, успевает завязать тамбу, но очень тяжело. Однако выживает, убивает тем временем Тасика. Врывается Сайлент прямо на базу, начинает махаться. Один с тремя и неплохо махается. Видите, что-то творит. Он просто режет в уражескую команду, но избирает его. Да, это на самом деле чуть бы поаккуратнее сыграл, было бы получше. А теперь Резолюшн в опасной ситуации. Он сражался как мужчина. У Салин прям фантастика. 3500 урона. 3500 на вражеской базе. Ну вот если имперцам сейчас собраться и подраться адекватно, точнее если бы они вот это вот все сделали до БКБ на гирокоптере, у них бы сейчас были отличные шансы его просто ваншотить. Ну или хотя бы не на базе, когда стоит еще Тир-2. Да, когда стоит Тир-2, когда там крепы еще вывегают, то у них есть огромные шансы. Но в принципе у них пока все еще хорошо. То есть сохраняется такое легкое преимущество в виде 2000 голды. Сейчас вот Бруда покупает БКБ, у Джаггера БКБ уже есть, у Квапы БКБ тоже есть и можно попробовать свои силы в глобальном замесе. Кекс появляется. Потому что очень тяжело играть уже в партизанскую войну или как мы это любим называть макро, очень тяжело играть. Лина сейчас в соло вырубает чуть ли не любого героя. И если вы будете бегать, то она будет вас наказывать. Да, знают, что нету героев команды соперника и поэтому вот так вот смело два кор-героя команды Ликвид действует. Знают, что есть гемы Дезераптера и вот тоже очень такой тонкий момент. Будет здорово, если подерутся, допустим, выбьют гемы, тогда Бруда будет чувствовать себя в 20 раз свободнее. То есть ее будет не так тяжело поймать в карте. Но вместо этого пока... Еще нет Бруды. Это самая позиция, где имперцы обычно умирают все команды. Помнишь, мы с тобой комментировали? Они там три раза успели фидануть эту игру. Ну, здесь не совсем такая ситуация. Здесь скорее нужно отступать Ликвидом, потому что выходит... Да, ну, Ликвиды все делают здорово. Фата защищает вражеский лес, Фата защищает линии, Фата 12-1-1, 14 зарядов в Блокстоуне. Ну, да. Это прям как чувачи. Это игра. Это игра. Ну, и Сайлент тоже, с другой стороны, у которого также потрясающий Нетворс и здорово бумажет. Так, Резолюшн. Нападение не самое лучшее нападение. В итоге Кура выживает. Мека. Ой, как же Резольто заехал. Ну, не говорите мне, что он был с Гемом. Он был с Гемом. Я думаю, что вот это то место, где эта игра переставит напоминать финал. Ну, действительно, серьезнейшая ошибка от Резолюшн. Пошел один на Саппорта, более того, пошел с Гемом. Теперь есть запаска. Чи-чего. Да, Бруда может вообще не вылазить из елочек. У меня, конечно, есть БКБ, но там такая Лина, которая вообще еще не герокоп. У меня 1200 хп. То есть БКБ пока ее не спасает. Он пока будет делать ТП, ему Лина уже с руки лицо разбивает. У нее там 200 слишком ровно. Фата. Фата, да, пользуется тем, что Гем отсутствует. И теперь любой, кто... Ой, какая летит сейчас ульта. Видит. Видит. Салент видит. Да, но не долетела. это ракета была. Еще, еще один гемпайт Бейн. Сейчас зажиматься. Ну, конечно, здесь нужно понимать, что сейчас будет замес нарушение и жизненно необходимо его выиграть. Хорошая ситуация. То есть узкий проход может туда ворваться Джаггернаут, начать прыгать и убить вообще всю команду, как он тоже один разок сделал. И тогда забрать Айгис спокойно. Аликвиды такие спокойные. Да, у них все по одной стратегии. Фата просто фармит все лайны. 25-й левел уже почти готов. Буллстон 14 зарядов. То есть если сохранить все заряды на Рошана, то очень быстро вернется в драку. Со своими травелами вернется невероятно быстро. Выходит Квин оф Пейн. Попытка номер 2. Цепляет Джерекса. И Экс. Паррешна рядом нету. минус Джерекс. Но теперь нужно... Нет, можно не валить, потому что Кура использует Мекку, вынужден давать ультимейт как придется. Пасается Клокверк. Забрали двух саппортов. Это большое счастье для команды Ликвид, потому что имперцы здесь могли забрать гораздо больше. Тем временем ловят у нас верпани. Ой, Мансил Алоха. Возможно узнал, что ли? Возможно, да, возможно, видел где-то ТП, но увы, не Дамансил. Повезло здесь Фате, но Фата какой-то вообще монстр. Ему очень сильно везет и у него все получается абсолютно. В итоге 2 в 1. И Лина бежит назад на хосте. 15 заряд в Блотстоне, вряд ли имперцы полезут на ХГ. Чекает Рошана и будут в смоках выходить. Да, видят, что Рошан, Аппарэйшн дропает смоки. Все показал, отпушивается линия, очень быстро отпушивается линия. Заходят уже в позиции. Влетает Ракета все абсолютно видит и имперцам не вариант оставаться. А Фата еще и при этом пропушил мид. Нужно отходить, дефить мид. Нужно Фата убить. Он совсем обнаглел. Квагему, квагему, копай. Можно догнать. Ну-ка, Фата угадал, куда нужно оступать. Резоль старался его поймать, но увы. Фата поймал какой-то невероятный кураж. Сейчас еще у него так много денег, что он там в принципе вторые тревела даже может после смерти купить и вернуться моментально в драку с какими-нибудь количествами зарядов. Если я не ошибаюсь, по 3 секунды за каждый заряд это 45 секунд минус. Ну, не совсем сразу вернется, но быстро. Да, можно еще купить себе Silver Age и ты будешь врубать пассивку. Например, у Джаггера это криты довольно-таки хорошие. Миссы бруды. Да, Миссы бруды, то есть это очень полезно в драке. Тотальник гиро, отличный выбор. Матумба успевает включить БКБ, летает его Тасик в итоге, боже мой, все, кинули в Матумба Мэнон, каким-то образом выживает, прожимается Тотальник, начинает бить, отхиливаться и Салент неудачно зажали его в Коге, не может никуда выбраться, но начинает резать, зарезает гирокоптер, прыгает попознавать контрол, мы контрол также забрали, подходит сюда Фата, но в Слиппе ничего не может сделать, пока умирает вся его команда, но Лагуну, 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 не дает, лагуну, дает лагуну Салента, Хиленварда уже нету, Салент разбивает Эбисол, но погибает. 2 ББК, 1 ББ, отхват контрола и драка, драка была жесткой. 4 в 3 очень классно втанковал все со своим сатаником гирокоптер, успел там выжить и получил мекку и здорово все здорово. И божественно заставил его майнд контрол, который влетел, закрыл Салента Когами, он там не мог носить толком ДПС, и за счет этого гирокоптер выжил. Просто другого объяснения имеет, как гирокоптер выжил. На него напало 5 героев, и они его били всей семьей. Причем с вами с флешем Джаггера абсолютно один, там до этого дамеджа хватало с лихвой. Повезло еще немножко Империи в том, что Фата был не в драке. Выбор Фаты, на мой взгляд, один из лучших в данной ситуации, это Black King Bar, потому что Black King Bar нужен. В итоге Клакверк забирает Аегис, как герой без байбэка, но и в принципе единственный герой, который адекватно здесь мог его забрать. У Фаты уже просто нету слотов. Все, что он может сделать, это загрейдить Тревела, Сильвер Рэйдж и все. Или просто вариант продать Сильвер Рэйдж и купить себе что-то жесткое. Продать Shadow Blade, который уже не так может быть актуален, купить. Ну, я думаю, что с такими артами рефрешер это топ. Потому что БКБ дважды все-таки, несмотря на то, что здесь оно дает не так много, но хекс на тебя не прожать, много спилов ты игнорируешь. Фата ушел в Инвиз и видят его. А что, как Фаты первая за игру, рассказ, но задынается. Хотя Фата успевает нажать БКБ, втанковывает все. Боже мой, Фата убивает Резоль и все-таки забирают его. Не стал динаиться, пожадничал немножко. Резолюшн в итоге выживает. Тускар использует сноубол для того, чтобы подсейвиться. Тускар живет, но с гирокоптером здесь шутки плохи. Однако Сайленс и бежит Джиггернаут. Замедлен Матом Буман, Джиггернаут дает Омнислэш, Джиггернаут погибает, Хекс. О, Джиггернаут, гирокоптер погибает, конечно же. Здесь же Кура. Погоня за Кура. Какой конвейер устраивают Ликвиды? Кура также не может уйти. Есть Госкипетр, но не использует Госкипетр. в итоге в Эпене Унжалоха отхиливается Гвардиан Грифзами и размен получается 3 в 1. Какой фит устроили сейчас Ликвид? Ну, вот он тот момент, когда Фата потерял Кураж. Не заденаялся с Бладстоуна, вообще в целом влез слишком далеко. На мой взгляд, это знак, что действительно Шадоу Блэд нужно продавать. Да, потому что в такой игре, если в начале игры у тебя получалось бегать и людей по одному щелкать, потому что всем что-то нужно подфармить, всем, естественно, нужны свои артефакты, то сейчас немножко другая стадия, когда, во-первых, вы фармите очень быстро, то есть вы за одну минуту можете половину карты забрать легко и вы уже будете как минимум наравне со своим врагом. И второе, то что вам очень легко теперь цеплять, то есть Квапа Блинк, Квапа Хекс, Квапа Гем, Квапа БКБ и в большинстве ситуаций она с большой вероятностью опередит Лину по всем параметрам. То есть не получится как-то гангать оппонента. Да, два гема теперь у Империи, также появляется у нас Ускара в Линк, собирается фармить себе дисрафтер Лотус Орб. Я так понимаю, там очень сурово будет против ульта Джаггера должно работать. Если ты повесишь Лотус Орб на Герокоптера, и Джаггер прыгнет на Герокоптера, то Герокоптер прыгнет на Джаггера. И они как два джедая будут махаться. Да, это та еще будет наркомания. Но будет интересно понаблюдать. Но если кто-то будет рядом, то они перепрыгнут и будут мочить чужих. Фата. Вэлпы не рядом, но нет, здесь Фата не понимает. Можно гангать. Фата всю игру был один. Резолюшн на Квапе мы видим, что перемещается по низу. Понимая, что лучше всего идти за Фатой, потому что остальные ребятки... Нет, может, можно за ребятками пойти. Ребятки стоят на варде, они ничего не видят, даже несмотря на то, что у них есть гем. И нет, не решились. Пока довольствуются только тем, что убивают вражеские варды. боже мой, это игра, кстати, интересная. Никто никуда не хочет идти и нажаться. Странно. Странно что-то делать. Фата продолжает слишком нагло пушить вверх, но пока не нравится. А Джиггернаут покупает ультимейт Орб, возможно, это Скади. А, возможно, Линка. Зачем Линка-то? Против Лагуны, против какой-нибудь в БКБ. Ну, вообще, да, наверное, Скади попрофитнее. Все-таки... Ну, у них КП много очень. Лагуны Лина его уже не убивает. Вот он, Лотосорб. Да, можно вообще купить Лотосорб и пусть себе лагуны. Лагуны себя бьет вот такой хороший артефакт. Тем временем отличный выбор от Резолюшна. Рефрешер, два Хигса, два БКБ, два ультимейта. Два скрима и два ножика. Да, 10, 3, 11. Много, тоже большой натворств довольно-таки. А Гирокоптер выходит в Баттерфляй. Пока что решил не собирать МХБ. Берет его, видимо, последним артефактом, если, конечно, доживет до этого момента. Лина. Не решают нападать на Лину. И решаются. Клина себе приносит это Кираса, это не Шива. А, точнее, у Шивы уже есть и это еще и Кираса. Боевая Лина. 40 армора. Танк. И разбит очень неожиданный Смокт. Буквально только что в Эпоне не успевает спалить. Чуть-чуть ему не повезло, разминулся и сейчас могут найти Квин оф Пейн. Находят Квин оф Пейн. Ох, какая досада. Бежать. Минус гем. Бежать, но не убежать. Минус ноу фир. Потрясающий выход от Ликвид. Идеальное место, очень интересный тайминг и место использования Смока. Прочитали здесь здорово. Ну и теперь главное Империи как-то в этой ситуации не затерпеть последствий, потому что у Клопы нету байбека. Кто у нас на Рошане? Рошан появится еще не скоро. Самое страшное, что может быть, это заход на хайграунд и потеря бараков. Потеря на двух бараков. Высокий ДПС. Джаггер отправляется на базу. Ну будут разводить на байбек, но байбека нет. Ни у того, ни у другого. Фата начинает бить вышку, здесь же гирокоптер. А Сигель срезает Фата своим атакспидом. Фортификейшн падает первая первая вышка. Также начинает падать барак, но уже понимают, что байбек у Клопы скорее всего нету. Или она не хочет байбекаться, потому что байбекнулся бы. Стал бы отдавать бараке на такой стадии игры. И 20 секунд размять еще одну сторону. Две стороны сейчас убить это слишком круто. Да, заходит Фата. Есть секунд до выхода Квиннов Пэйн. Не должны успевать. Ну должны уже импер сейчас навязывать драку. Фибал на Фату. Фата продолжает танковать. Он нереально прочный. Залетают все в Фату. Лотусор повешен на Фату. Раскаст. Фата получает Эбисол, но одновременно с этим Эбисол вкастовывается также в себя. Фата в итоге на лоу КП выживает. Гирокоптер не успевает сделать ничего, несмотря на то, что у него есть сатаник, и погибают вдвоем. Очень битая Лина. Лину также забирают нас резолюшн. Остается майн-контрол. Майн-контролу не уйти. Минус майн-контрол и минус Кура. Трипл-кил делает резолюшн, забирают у нас всех пятерых героев команды Ликвид и самое время навязывать свой ответ. Шикарный файт-рикап для Империи. К сожалению, для них Рошан появится еще очень нескоро и все герои команды Ликвид успеют выйти. Преимущество по экспе знатное, по голде не очень большое, в любом случае сторону потеряли. И сейчас нужно собирать. Доставить байбек. Потому что это будет еще несколько тысяч. Байбек Клокверкам их не напугать. Это явно не то, разве что ракетки попускать. Ну, чуть-чуть подтянуть, да, попускает ракетки, фортификейшн, выходит Дистратор, выходит Лина. Иленвард уже стоит. Ну, разве что Гирокоптеру еще придется байбекнуться. Думаю, до Апарэйшена уж точно доживут. Ну, надо, то есть нельзя терять в сторону. Отдают, не хотят. Видимо, можно. Клокверк вхукшотом влетает в крипа. Лина раскаст, получает Хекс, Лина, Лотусорбом с нее снимают. В итоге, а где Лина? Непонятно, где Лина. Лина оказывается прямо в центре событий. Лина получает Эбисол. Есть все еще байбек, дает лагуну, минус оперейшн, минус Лина. Тут же уходит, тут же байбек это Майнд Контрол, пытается танковать, летит сюда же Гирокоптер очень битый. Гирокоптер раскастовывается. Все в сноуболе, но уфир Гирокоптер, боже ты мой, Гирокоптер в сноуболе оказывается каким-то образом. Это, видимо, работа Лоту Сорба. Его странная механика по-прежнему дает покоя, минус 3 и потеряли Клокверка. Потеряли Клокверка и байбек на линии оперейшн. Да, очень интересная механика работы Лоту Сорба, когда кастуется в героя в сноубол, он сам прячется в сноубол. И за счет этого Фату просто нереально засейвил сейчас дважды Джеракс. Фату сначала, вернее, а потом Матумба Мэна. Все били Фату, Фата был абсолютно один, его спасли из-под Хекса Лоту Сорбом и в момент, когда все равно его должны были забирать, он оказался в сноуболе. По-моему, Эмпайр сами не знали, как работает Лоту Сорб против этого спла. Но его не так часто собирают. Самое время разгадать. Да, мы как раз на прошлой, во время полуфиналов, там целое открытие было, что как работает, и в Твиттере там писали, как работает с агонимом, как работает против каких спл. Но сноубол это то, что ни в коем случае нельзя кастовать героя в Лоту Сорбе, если ты собираешься его убить. Потому что это просто сейв на 3 секунды, который не пробить. Можно кастануть героя, который с Лоту Сорбом, просто, чтобы он не дамажил, типа, зеблить его на 4 секунды. Да, но это нужно жестко среагировать. Я так понял, а Лоха там вообще не понял, что сам произошло. Ну, жесткая комбинация. И очень круто Джеракс опять отрабатывает. Я бы сказал, они тут почти все круто отрабатывают. С одной стороны, это был какой-то суицид, потому что они прошли драться 4 на 5, но с другой стороны, вот за счет байбэка Лина неплохо даже получилось, потому что сумея большую часть имперцев забрать. Правда, вот по голде для имперцев этот импайт все равно вышел в плюс, мы видим то, что преимущество 10 тысяч голды. И сейчас очень важно то, у кого есть байбэки. Мы видим то, что у ликвидов байбэк только у Дезраптора, и это очень мало. В то время как у имперцев Руда, Квапа, Джаггер имеют игровую с этими байбэками на Рошане драться. Да, здесь каким-то образом нужно ликвидом тянуть, разводить на этого Рошана. Импайр, в свою очередь, все делают правильно. Они понимают, что на Рошане очень тяжело, и выходят в смоках. Важнейшая сейчас встреча Майнд Контрол. Майнд Контрол видит его. Квин оф Пейн. Заходят. Екс. Лоту 40 нужно гастовать на Лину. Кастуется. Тут же начинается драка. Майнд Контрол задизейблил двух героев. Саунд оказывается в когах. В этот момент разрывают бруду. Пошел Джаггернаут. Хороший он мне слэш. Фата. Не может ничего сделать. Абсолютно против Джаггернаута. Минус Фата. Тумба Мэн все еще жив. Фулловый. Лоту Сорб вешают на него. Есть Сатан. Нет, Сатаника уже нету. Хилен Вардом неплохо отхиливаются. Сноубол сейф на 3 секунды за счет этого Сноубола. Им Атумба Мэн. Атумба Мэн спасается? Нет. Шардами его закрывает. Это ультра килл в исполнении Сайлента. Минус 4. Можно заходить на Рошана. 100 секунд не будет Гирокоптера. Реальнейший шанс для Империи сравнять счет. Как бы круто Майнд Контрол сейчас не сыграл все равно не хватило. Смотрим Файдер Кап. Очень много урона. Ну да. Джаггер слишком. Они уже все очень сильные. Гирокоптер кстати имеет бэк и можно в принципе сейчас отдать там сторону попытаться отбиться потому что есть целых 40 секунд. Как мы видим уже начинает Бруда потихонечку пушить. С другой стороны отбиться то будет непросто. У врага Егис у врага сыр. Здесь нужно Империи ни в коем случае не тянуть потому что так из Гирокоптера можно не выбить бэк. Все. Джаггер уже 6 слотов. Сильнее не будет. Еще этот. Моншард. Да. Моншард можно съесть. Да. Тогда будет. И можно Баттлфури продать и вместо него что-то такое купить пожестче. Повеселее. Ну здесь интересно будет ли продавать. Любимый? Да. Любимый арт Eternal Envy. Остается только Гирокоптер 27 секунд. Но я думаю что байбекаться не будет. Слишком все плохо по экономике тратить еще сейчас деньги учитывая что у врага Егис лучше отдать сторону. Гораздо лучше отдать сторону. В итоге да. В итоге даже не собираются сражаться. Отдают милишный барак фортификейшн который успел откатить. Продолжает спамить Лина. Радианс middle barracks падает один барак падает второй барак и Empire тут же естественно не откладывая в долгий ящик нужно выходить и пытаться забрать следующую сторону пока у вас есть Аегис. Резолюшн танкует ну и в свою очередь Ликвидом стоит байтить на Джерекса Атати для Empire целовалась потому что кулдаун еще рефрешер Queen of Pain и лучше его подождать все-таки ульт солидное преимущество Клакверк врывается но фир минус ульт оперейшена залетает очень хорошо Фата умнислэш от Джиггернаута кастуется Сайлент от Дисраптора не очень хороший умнислэш падает Бруда падает Сайлент В итоге только один Резолюшн с Аегисом убегает Абсолютно непонятная ситуация почему герой с Аегисом убегает последним вообще Ну вообще понятно что имперцы ну и Резолюшн видимо как капитан сказал ребят давайте отойдем то есть у меня кулдаун рефрешера лишний хекс лишний бкб лишний ульта и там даже лишний блинк это очень много урона да это очень сильная вещь то есть ты подошел в базе потом аккуратненько отошли и с Аегисом зашли но сейчас мы видим что немножечко поторопились имперцы за счет чего ликвиды их очень хорошо наказали ну и в итоге 7000 золота разница и Лина покупает рефрешер и теперь ну ну теперь она будет давать больно более того я так что отмечу что это была одна из тех драк вот давно у нас не было драк в крипах джаггер который ультует в крипах он гораздо слабее там очень много урона вошло в молоко да то есть лучше всего конечно стараться навязывать лесные драки но как мы видели ликвиды если занимают хорошую позицию то у них все шансы чтобы выжить так ну и что клокверк у нас резается бежит на всех парах и кстати вот майн контрол он в прошлом в прошлом замесе решил он как раз он был тем самым инициатором который пошел и умер за родину инфи был на гирокоптера есть фортификацион еще джаггера вынуждают байбэкнуться нужно отходить ликвидам убегать 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 мы еще успеем подраться 5 на 5 ставится ракеточка ну да ликвидам что-то как-то они морально не готовы к тому чтобы отступать но это лучший момент для них потому что там невероятно много они получили сейчас порядка 8 тысяч или даже 9 учитывая что байбэк на джаггере стоил им нельзя позволить прыгнуть к лапе с хексом гирокоптера то есть стоит гирокоптер у него есть бкб да это хорошо но бкб если ты нажмешь сразу имперцы подождут 5 секунд потом прыгнут и его убьют если ты не нажимаешь бкб то опять же квапа просто прыгает да вот хорошую вещичку он себе забрал квапа в него прыгает дает ему хекс и сейва нет то есть 4 героя ни один из этих героев не сейвит гирокоптера лотос орб ну только лотос орб только он вот и все но при этом можно и опять на том же месте дезерактор напасть и сейчас проигрывать драку к империи нельзя вообще и чтобы на ликвидов не напали они решили сами на врага напасть чтобы позволять им такие вещи делать да это очень опасный момент это грамотный мув с точки зрения того что действительно на тебя они нападут первыми джаггер использует манту ой как повезло то саленто боже мой да мейло 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 ма и бежать и бежать хорошо ну и нужно валить можно бежать не надо клапверк это клапверк ребят погиб тусика а теперь можно попробовать догнать аппарат падает результ подключает бкб прыгают в куроке дают первый ультимейт ножик дает второй нет не дают пока второй ультимейт получает стан и умира есть аегис лина рефрешер заходит лина попадает под ультимейт фату нужно убивать фата в итоге скрита минусует его падает скар покатился в джераксу забирает джаггернаут тем временем минусует гирокоптера джеракс падает это минус 4 минус 4 байна не будет гирокоптер лина имеют байбэк но нету байбэка у клапверка и у дизраптера более того у дизраптера нечего кастовать 30 секунд до выхода клапверка скорее всего отобьются вот он файт рекап на ваших глазах но это не имеет сейчас значения матомбумен выкупается тяжелая ситуация количество кулдаунов нету рефрешера нету ничего гирокоптер раскастовывается таск залетает гироча манта но таск здесь скорее всего погорячился пытается уйти лина минус таск кекс гвинов пейнс блинка уходят потрясающий ультимейт от майндконтрола забирают флоу флоу без байбэка замесы и сайлента тоже могут не отпустить у него есть бкб у него есть вертушка нужно что-то будет прожимать лина очень быстро и от нее не убежать винов пейн вертушка шива попадает по фате это очень важный мув фата продолжает разгоняться ну все в итоге фата успокоился рошан появится еще очень нескоро да ну и сейчас ответная может быть такая ответный выход от ликвидов все-таки 50 секунд без бруды но нет у нее появляется байбэк в этот момент да тут пожалуй игра решится когда вот в какой-то момент у кого-то байбэка не окажется как мы видим нетворсы уже практически равны графики 8000 но это совсем не преимущество для такой минуты игры игра идет час тут уже 90 на 83 разница небольшая нажатый спел решает слишком сильно ну и формят формят свои байбэки матумба до сих пор без мкб и вот сейчас он себе его приносит в разы становится сильнее гирокоптер он теперь стал дамагером на человека похож у него в игру было бкб сатаник монта это очень мало урона а с монты копейки получаешь сатаник но сейчас все арты его становятся в разы эффективнее да а сейчас он дамажит дамажит там по мкб дает больше чем 3 артефакта вместе взят он усиливает каждый артефакт гирокоптера в целом и да получается мкб собранное последним артом дает колоссальный буст не удивлюсь что сейчас драка пройдет совсем по другому и теперь нужно этого гирокопта вырубать по любому иначе конец майнд контрол гем собирает аганим ну да здесь майнд контрол у него один фраг 23 асиста он свою задачу выполняет ему главное как-то зонить врага что у нас по байбекам 4 минуты у лины и у гирокоптера и в принципе это 4 минуты в которые преимущество на стороне импайр потому что линии гирычу погибать нельзя ни в коем случае посмотрим пока что имперцы выходят по нижней стороне ликвиды по верхней такое ощущение что размин сторонами у гирокоптера нет тп вот это наверное ключевое вообще стоп это будет друг и что трон могут сломать а у джагера джагера травела здесь вот у сайлента преимущество интересно знают ли что нет тп майнд контролы видят матумбумена сейчас увидят и увидят что у него нет тп но тем не менее импайр пошли в атаку увидели на варде знают где находятся соперники заходят крипы заходят иллюзии но сейчас уже должны понять ликвиды что раз уж имперцы не дефят базу то идут в спину ну просто крипы вы можете уйти базу ликвиду и хороший вард спалили джаггернаута гирокоптер хекс в кого-то нужно кастовать в итоге ни в кого а отличный ультимейт в сайлента просто стирает секунду 100 секунд без сайлента майнд контрол забожил матумбумена могут стереть но он успевает включить сатаник лотусорб и разваливается вся команда импайр майнд контрол делал эту драку как он попал в этого джаггернаута вообще увидел его там далеко в кустах но приоритеты у ликвидов расставлены были очень хорошо минус джаггер который не выдал ни единицы демеджа в этой драке вообще ничего не сделал попав под станы и не выйдя из них ну и абсолютно заслуженная победа да хороший вард и не смогли имперцы перехитрить по-моему уже стоило как-то больше с базы заходить аккуратнее просто прогнать врага ну что в итоге у нас вепани вепани падает также бэка падает Ancient 3.1 ликвиды становятся чемпионами шестого сезона дота 2 чемпионс лиги вот так вот он подошел к концу достаточно на самом деле стремительно с ощущением что совсем недавно он начинался ну и поздравляем мы Кура и компанию да они не попали на мейджор у них была тяжелая группа кстати в которой были Empire и два участника мейджора нынешнего но то Продолжение следует...